О добрых делах, без которых, к счастью, уже невозможно представить эти зимние дни, Илона Красотская. Когда тебе всего пять, или ты только переступил порог средней школы, в пору загадывать простые желания. Сладости, куклы, конструкторы под ёлкой. И даже они, особенно когда дом полная чаша и рядом родные, воспринимаются как должное. Но для кого-то обыденный сценарий – самая заветная мечта. Мечта тех, кто лишён идиллии. Слишком быстро становишься взрослым, когда с рождения тебя в прямом смысле не носят на руках. Отвлечься от совсем не детских раздумий, тем, кто в силу различных причин не сможет встретить новогодние рождественские праздники вместе с семьёй, помогает марафон «Добрых сердец». Это второе неофициальное название акции «Наши дети». Я хочу, чтобы на земле был мир, спокойствие. Всем желаю счастья и здоровья. Для меня Новый год – это чудеса, подарки, родители. За два десятилетия благотворительного марафона тысячи малышей поверили в новогоднее чудо. Их желания не исполнились, но не повели ни волшебной палочки, а позову сердец. Многие стали взрослыми и сами продолжили добрую миссию. А люди из телевизора, которые их вовремя поддержали, меценаты, политики, бизнесмены, стали примером и помогли выбрать правильную путёвку в жизнь. Я хочу быть телеведущей в новостях. И поэтому я очень много занимаюсь в театре. Вопросы воспитания детей в Беларуси Александр Лукашенко держит на личном контроле. Глава государства никогда не оставался в стороне от проблем подрастающего поколения. И несмотря на особенно плотный график, в последние дни уходящего года время для малышей, которые остались без родителей, находит всегда. Кульминация акции «Наши дети» – главная новогодняя ёлка страны. Ещё ни разу не обходилась без участия Александра Лукашенко. Ведь появление на сцене президента малыши ждут, пожалуй, больше, чем главных сказочных персонажей. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко! Дарить внимание и заботу – это уже традиция семьи Лукашенко. В этом доме нет своих и чужих. Друг для друга все самые родные и близкие. Это заметил и помощник президента по национальной безопасности. Со своей большой семьёй Виктор Лукашенко приехал в агрогородок Городец Шкловского района. Для ребят сладости, любимые игры, их родителям под спорь и по хозяйству. В подарок – бытовая техника. А после – чаепитие в праздничной и одновременно семейной атмосфере. Мы всегда с удовольствием ездим в такие семьи. Для нашей семьи это уже стало хорошей, такой доброй традицией. Все наши детки это мероприятие любят. Все с удовольствием всегда приезжают. Самые маленькие ещё, может, немножко стесняются. Но, тем не менее, для нас это, для нашей семьи, большое событие. Очень важно, что эти мероприятия проходят. Очень важно нам, взрослым, заботиться о детях. Это же наше всё-таки будущее. В Жудинском приюте немноголюдно, а на празднике лишь 14 детей. Вот уже на протяжении пяти лет здесь работает реабилитационная программа. Ребят в трудной жизненной ситуации семей не забирают, а оказывают помощь и им, и их родителям. Поэтому ещё 15 воспитанников центра свои новогодние подарки получат дома. Но для тех и других есть и общий подарок от председателя президентского спортивного клуба. Дмитрий Лукашенко со своей семьёй не торопился уезжать. Было видно, стремились оставить здесь побольше внимания и заботы. Ведь никто другой, как дети, чувствует этот неподдельный интерес. Здесь исключительно семейные отношения. Дети живут здесь как в семье. И вот поверите, сколько существует этот приют, столько существует. И работают здесь эти воспитатели, которые всю вот эту свою душу, сердце отдают таким детям. Новый год мы будем встречать здорово. То, что чудеса случаются, если в них сильно верить, знают и воспитанники Улоковской вспомогательной школы-интерната. Поздравить с наступающими праздниками их приехал и председатель белой телерадиокомпании Геннадий Давыдько. Душевные разговоры, улыбки. Исполнилась и долгожданная мечта поколения «Некст». Подарок от руководителя главного медиахолдинга страны – компьютеры. Эти ребятишки, они истинно счастливы к простому вниманию. Они уверены в том, что их не бросят. Они уверены в том, что они нужны, что их любят. И это самое главное, это большое счастье. И, конечно, тот педагогический коллектив, который здесь работает – это люди, которым надо низко поклониться. А в канун праздника очень хочется, чтобы все мечты этих детишек сбывались. Особую теплоту нашим детям дарят не только в преддверии новогодних и рождественских праздников, но и перед стартом учебного года. Это и ставшая традиционной акцией «Соберём портфель первоклассника», когда вся страна готовит к школе малышей из многодетных семей и тех, кто остался без родительской опеки. Повышенное внимание просто необходимо не только юным белорусам. Нуждаются в заботе и люди пожилого возраста. Позвонить, проведать, словом, дать понять, что мы помним, мы неравнодушны. Водушевляющие слова так важны для постояльцев Николаевщинского дома-интерната. Пенсионеры, инвалиды, круглые сироты. Три сотни непростых судеб. Многие пережили войну и концлагеря, кто-то успел похоронить детей. Приезд главы государства за день до 2017-го сделал наступающий Новый год особенным. Я очень рад, что к вам приехал. Я вам очень благодарен за эту встречу. Для меня важно, что вы живы, здоровы, вы накормлены, вы одеты, вы досмотрены. Старики, вы все такие, что вы никогда ничего не просите, что вам всем хорошо. Я это понимаю. Но то, что вы улыбаетесь, уже это дорогого стоит. На протяжении вот уже 37 лет для многих из них этот дом как родной. Среди жильцов дома-интерната люди разных профессий. Кто-то в прошлом строил атомную станцию, кто-то был летчиком, кто-то бухгалтером. Здесь почти уже все одиноки, многие прикованы к постели. Без помощи государства этим людям пришлось бы чрезвычайно трудно. В доме-интернате действует и услуга социальной передышки. Например, когда нужно сделать ремонт в доме или уехать в отпуск, пожилого родственника можно оформить в учреждение на платной основе от месяца до полугода. На столе все самое вкусное. И только для них по спецзаказу новогодний торт отличного повара-президента. Чтобы об этой теплой и душевной встрече осталось осязаемые воспоминания на память уютные пледы. Да и со временем к тем же вещам свойственны изменения, но есть то, что точно не отнять и не потерять. Самые дорогие подарки, внимание и забота, впрочем, бесценны. Уже после поздравлений теплого разговора репортеры задали главе государства несколько вопросов. В этом импровизированном общении прозвучали первые итоги года, которые подвел белорусский лидер. Как вы считаете, в 2016 году какое событие было самым важным для Беларуси? Что оказало или, может быть, еще окажет на нас самое большое влияние? Самым главным событием явилось то, что лихолетие и несчастье минули нашу страну. Ну а вообще, что приходит на ум? Дети. У нас родилось впервые за всю нашу суверенную историю больше детишек, чем когда-либо было. И мы уже превысили смертность. Значит, мы пропавляем. Вот это вот это событие. Безусловно, обратили внимание журналисты на серьезные кадровые перестановки. В декабре сразу три блока ключевых назначений. Новые министры образования, труда и социальной защиты. Экс-вице-премьер Наталья Качанова, которая занималась в правительстве именно социальными вопросами, возглавила администрацию президента. А на ее место в совмине назначен опытный Василий Жарко. На посту министра он продержался дольше остальных 10 лет. Чем объясняется подобная кадровая политика? Очень просто. В любом государстве, а мы ведь декларируем социально ориентированное государство. Государство для народа. Так вот, тем более в таком государстве главные это люди. Все эти, как я часто говорю, гайки, болты, экономика, тогда чего-то стоит, если это делается ради людей. Если это делается не для людей, то не нужна такая и экономика, и государство, народу. Поэтому отсюда все. Все ради людей. Поэтому социальные вопросы, они были, есть и будут всегда в центре внимания. У республиканской акции есть и сокращенное название. Просто наши. Наши дети, наши старики. С каждым годом к марафону добра присоединяется все больше неравнодушных. Ведь сделать так, чтобы на лице ребенка или пожилого человека засияла улыбка, не так и сложно. Просто подарить ему тепло и заботу. В главном эфире Илона Красуцкого, Ольга Макея и Виталий Селявка.